Всем привет! С вами Александр Васильев и сегодня поговорим о том, где и как определить вид трихограммы. За рубежом является нормой, когда производитель ежегодно проверяет, что он производит и предлагает своим клиентам. К сожалению, в Украине эта практика не прижилась. До того момента, как мы стали писать и говорить об этом, вид трихограммы никто не определял. Все продавали непонятный вид трихограммы, обещали, что он будет паразитировать многих вредителей сельскохозяйственных культур, только покупайте. К сожалению, это не совсем так. И кто смотрел наше предыдущее видео, тот уже знает, что в мире описано более 200 видов трихограммы, в Украине около 15. И каждый вид отличается избирательной способностью к паразитированию определенных видов вредителей. Поскольку в Украине 99% всей трихограммы используется для защиты посевов кукурузы от стеблевого мотылька, вас должен интересовать вид трихограммы Evanescence. Этот вид больше всего встречается в паразитированных яйцекладках стеблевого мотылька природной трихограммой. Вы можете сказать, так вы же говорили, что с 1989 года этот вид в промышленном производстве в Украине не встречается. Вы совершенно правы. Но когда мы входили в этот бизнес и столкнулись с этой проблемой, мы научились отлавливать из природы нужный вид трихограммы, переводить его на промышленное производство. И в 2018 году к нам обратилось несколько биолабораторий и взяли маточную культуру. Поэтому трихограмма Evanescence в Украине есть. И спрашивайте ее в биолабораториях вашего региона. Еще интересная такая история. В 2017 году, когда мы опубликовали наш нашумевший материал «Трихограмма, биологическая защита и бизнес на грани аферы», где рассказали о важности подбора вида трихограммы, нас удивила реакция некоторых производителей, которые быстренько изменили тексты своих рекламных проспектов, просто указав сразу нужный вид трихограммы. По сути, не изменив абсолютно ничего. Поэтому, когда к вам приходят и предлагают трихограмму, спрашивайте документ, экспертную оценку видовой идентификации трихограммы. Это исследование можно сделать только в одном месте. Это Киев, Институт зоологии Мишмальгаузена, бульвар Богдана Хмельницкого, 15, 4 этаж. Там работает единственный систематик в Украине по трихограмме, это Фурсов Виктор Николаевич. Человек, совершенно знающий английский язык, работавший в разных странах, участвовавший во многих научных проектах, связанных с изучением и идентификацией трихограммы. И в конце этого видео внизу мы поместим ссылку на его странице в Фейсбуке, контактные данные. Поэтому списывайтесь, созванивайтесь, он всегда готов помочь. Сейчас покажем, как выглядят документы экспертной оценки. Вот он такой, экспертная оценка. Написано, от кого взято, сколько, когда. Посчитано, сколько самцов, сколько самок, какой вид определен. И там внизу фотографии, подпись фурсов, число. Да, вот второй листок документа. Это приложение, тут более качественные фотографии. Почему здесь фотографии? Потому что вид трихограммы определяют по строению усиков и по форме гениталий у самцов. Поэтому для определения вида нужно небольшое количество трихограммы, с которыми проводят некоторые манипуляции. Трихограмму осветляют, промывают в растворах, отделяют самцов отдельно. И для того, чтобы самца можно было рассмотреть его усики и форму гениталий, помещают в каплю или канадского бальзама, или эупарала. Там препарируют, накрывают покровным стеклом. Таких самцов отбирают достаточно большое количество. И в дальнейшем с помощью хорошего микроскопа и оптики делают снимки и проводят дальнейшие определения. Поэтому работа довольно сложная и забирает достаточно много времени. Если клиент, который к вам пришел, не имеет экспертной оценки, я бы не советовал связываться с таким продавцом. Я даю 99%, что никакого результата на своих полях от применения такой трихограммы неизвестного вида вы абсолютно не получите. Поэтому будьте осторожны. Спрашивайте этот документ. Там обязательно должна стоять подпись фурса Виктора Николаевича. Больше у нас в Украине никто этого сделать не может. В следующем сюжете мы поговорим о качественных показателях трихограммы. Мы расскажем, какое учреждение проводит это исследование, как выглядит документ, расскажем, почему не всегда стоит верить этому документу. Это не касается качества проведения исследований. Это не камень в огород тех людей, которые их проводят. Это больше связано с технологией производства трихограммы. Это будет небольшая интрига на следующий раз. А сейчас немножко расскажем о той комнате, где мы снимаем это видео. Это одна из наших зерновых. Здесь после термической обработки зерно ячменя попадает сюда, раскладывается в ящики. Ящики заражаются гусеницей зерновой моли. Здесь проходит ее развитие на протяжении 26-30 дней. Здесь температура поддерживается 21-24 градуса. Влажность 75-85%. Сейчас мы вам покажем. Вентилятор для того, чтобы температура в комнате была примерно кругом одинаковая. Вот так вот это выглядит комната. Вот сейчас я покажу. Это у нас здесь живет моль. Пока у нас зима и не все комнаты заняты. Да, и вот для некоторых... И вот у нас тут и на столе есть. Для некоторых производителей трихограмма небольшая загарка. Вот контейнер с молью. И здесь ткань, и здесь ткань. Никакого сита нет. Но это в основном для производителей. Я не знаю, о чем я говорю. Такой способ помогает нам уменьшить потери сбора яиц. И получить более качественные... Более не качественные, а больше яиц с килограмма зерна. Вот у нас здесь стоят датчики. 22 и 80%. Когда у нас в лаборатории была на первом этаже, у нас были большие проблемы с влажностью. Постоянно работали увлажнители. Нам надо было влажность догонять. Когда мы переехали в новое помещение, и часть технологических моментов опустили в цокольный этаж, то у нас даже работает осушитель. Для того, чтобы взбить немного влагу. Вот еще одна комната нашего производства. А на сегодня всем пока. До новых встреч.